Одинокая женщина проживала на Пушкино 12. Близких родственников у нее не было. В конце октября прошлого года тревогу забили соседи, когда почувствовали исходящий из ее квартиры неприятный запах. Сначала подумали, что бабушка умерла, но взломав двери гостинки, обнаружили, что там никого нет. Зловоние источали кошачьи фекалии и гниющие пищевые отходы. Очевидно, что бабушка давно не появлялась в своей квартире. И это при том, что у нее дома без присмотра остался любимый кот. Куда могла пропасть бабушка? Полиция отрабатывает всевозможные версии. Рассматривается, во-первых, версия, то, что она могла забудиться, так как страдала психическим заболеванием. Во-вторых, то, что могла где-то погибнуть. Потому что в связи с тем, что возраст большой, страдала заболеваниями различными. Розыск пока результатов не дал. Неравнодушные к судьбе пропавшей бабушки, мы решили подключиться к ее поискам. Выбрали для этого нетрадиционный метод. Обратились к экстрасенсам. Для начала на специализированный сайт людей с экстрасенсорными способностями выслали фотографию Антонины Васильевны и карту города. Первая ответила женщина по имени Галина. Бабушку в живых она не увидела. Дорога. Нет, тропинка по косогору, обрывающаяся в овраг. Женщина хватается за сердце и падает кубарем вглубь оврага. Высота примерно от 3 до 5 метров. Ночь очнулась, пытается ползти, но сила оставляет ее, и она умирает. На вопрос, где может находиться этот овраг, женщина ответила – на окраине города. Второй экстрасенс Элина в живых бабушку тоже не увидела, но дала более развернутую информацию. «К сожалению, у меня есть ощущение, что случилась беда. Когда смотрю на Антонину Васильевну, вижу воду. Нет ли там пруда неподалеку от ее дома или мелкого зарастающего озера? Есть сильное ощущение, скорее стоячей воды, нежели проточной. Мне кажется, она очень плохо видела. Куда-то упала и не смогла выбраться. Очень жаль. Боюсь, это несчастный случай, и женщины нет в живых. С ней есть контакт. Она мне говорит, что рядом с тем местом, где она находится, есть больница». Затем Элина попросила отправить фотографии бабушкиной квартиры, потому как если женщины нет в живых, то по комнатам может ходить ее дух. «При просмотре помещений Антонины Васильевны нет в живых. В квартире присутствует ее дух. Сидит на постели. Говорит, скоро найдут хорошую карту, на которой я буду видна. Очень любила какое-то животное. Оно, по-моему, ушло из квартиры. Возможно, кошка. По-моему, она все же в реке, а не в пруду. Женщина говорит, вокруг меня много ила, и я в реке». Если верить экстрасенсам, то искать уже надо тело женщины и поиски начать там, где есть река и неподалеку больница. Описание местности больше похоже на район набережной вблизи больничного городка. Если же женщина провалилась в канализационный люк, где тоже скапливается ил, то и городская поликлиника на улице Кирова тоже подходит. «Любая версия рассматривается. То, что могла, если погибнуть, будем рассматривать, что где-то находится в канализационном люке или где-то в водоеме в каком-либо. Мероприятия, конечно, будут осмотры проводиться, где не закрытые колодцы с привлечением ЖКХ, компаний управляющих». В любом случае нужно ждать, когда растает снег, а река очистится ото льда. Только тогда можно будет приступить к масштабным поискам пропавшей бабушки.